Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». 18 мая отмечается Международный день музеев. И сегодня это стало темой нашей программы. У нас в гостях Зинаида Артемкина, заместитель директора по научно-просветительной работе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Здравствуйте, Зинаида Григорьевна. Здравствуйте! Если можно, если вы знаете, расскажите нам, пожалуйста, об истории вот этого Международного дня музеев. Мы все знаем о том, что 18 мая все музеи России и Международный музей отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. История возникновения этого праздника такова, что в 1977 году в Москве на 11-й Международной конференции Международного совета музеев тогда еще советская делегация предложила 18 мая объявить Международным днем музеев. С этого дня мы и празднуем 18 мая Международный день музеев. Каким образом обычно проходит празднование этого дня? Мы празднуем этот день не за столом праздничным, а в наших экспозиционных залах. Потому что в этот день все музеи России, в том числе и наш Рязанский музей-заповедник, открывает двери своих экспозиций для наших посетителей, устраивает различные массовые мероприятия. И посещаемость в этот день посещения музея у нас бесплатная. Продолжением этого праздника является еще Ночь музеев, которая появилась спустя 20 лет после объявления Международного дня музеев. Это произошло в Берлине в 1997 году. Была проведена Ночь музеев, Международная общеевропейская акция. Впоследствии к этой акции присоединились и Музеи России. И вот наш Рязанский историк-архитектурный музей-заповедник в восьмой раз проводит Ночь музеев. В этом году она состоится 17 мая с 18 до 23 часов. Помимо того, что бесплатно работают все экспозиции, в этом году что еще смогут увидеть рязанцы? Ну вот в этом году мы, конечно же, ориентированы прежде всего на Ночь музеев. В Ночь музеев у нас будет специальная программа. В этом году девиз и комы коллекции объединяют. А у нас на территории нашего музея-заповедника будет очень интересная акция Ночь музеев, которая называется «Археология открывает тайны». И наш девиз «Вперед в прошлое». У нас будет очень много интересных мероприятий на территории нашего музея, потому что археология – это удивительная, очень интересная наука. И все рязанцы, которые придут к нам в Ночь музеев, познакомятся с этой наукой. Они получат открытый лист, без которого нельзя производить археологические исследования. И в эту ночь все станут археологами. Вы работаете, наверное, в одном из крупнейших музейных комплексов нашего города. Какое место на сегодняшний день Рязанский Кремль занимает среди других музеев города и области? Наш музей-заповедник является одним из старейших в нашем регионе. В этом году ему исполняется 130 лет. Этот год у нас особый. Помимо того, что у нас юбилей музея, этот год объявлен в нашей стране годом культуры. И, конечно же, музей-заповедник занимает особое место среди музеев Рязанского региона, Рязанской области. Это крупнейший федеральный музей региона. Рязанцы очень любят наш музей. Они гордятся нашим музеем. И об этом говорит посещаемость нашего музея. В прошлом году нас посетило 168 тысяч человек. Это и одиночные посетители, это посетители, которые приходили к нам на экскурсии. Контингент самый разнообразный. Приходят к нам и школьники, и родители с детьми. Приходят люди пожилого возраста. В последнее время мы уделяем пристальное внимание нашим музейным мероприятиям. У нас проводится большое количество самых всевозможных музейных мероприятий. Это и выставки, это и анимационные программы, культурно-образовательные программы, музейные праздники, концерты в Рязанском Кремле. Все они очень посещаемые. Конечно, количественные показатели – это количественные показатели. Но эти количественные показатели говорят нам, конечно же, и о качестве работы нашего музея, работы наших сотрудников. И отрадно заметить, что наш музей востребован, что он привлекательный для посетителя, что он посещаем. И, конечно, самое главное для нас, что наш музей-заповедник являлся, так сказать, образующим центром, из которого впоследствии вышли и художественный музей, и многие муниципальные музеи, которые сейчас работают в районах нашей области. У нас очень много выставочных проектов, не только с крупнейшими музеями Российской Федерации, с федеральными музеями, но и с зарубежными музеями. Мы очень хорошо сотрудничаем плодотворно с музеями белорусскими, Минским, Гомельским музеем, мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». Ну и, конечно, с нашими муниципальными музеями тоже так же обмениваемся выставочными проектами. И участвуем во всех культурных мероприятиях, которые проходят и проводятся у нас в Рязани, Министерством культуры Рязанской области. Скажите, пожалуйста, а можно отследить какую-то тенденцию на протяжении, скажем, последнего десятилетия? За это время люди стали больше интересоваться музейной деятельностью? Я думаю, да. Потому что у каждого человека возникает потребность узнать как можно больше о своем прошлом. У некоторых это происходит в юные годы, у некоторых в более позднем возрасте. И человек, конечно же, приходит в музей для того, чтобы пройти по залам музея, узнать о нашем прошлом, узнать что-то новое, поразмыслить о жизни настоящей и, конечно, подумать и о будущем. Вот этим-то интересен, конечно, музей. А сотрудники музея, они стараются работать именно для посетителя. Мы любим своего посетителя. Всегда ждем его с нетерпением. И готовим новые какие-то выставки, новые экспозиции, разрабатываем новые культурно-образовательные, амниционные программы. То есть различные мероприятия. И, конечно, еще хочется сказать вот о чем. Мы же сейчас с вами существуем в век информационных технологий. Мы знаем, что на любой вопрос можно найти ответ в интернете. И, конечно, молодежь очень трудно отвлечь от компьютера. И здесь же также музей идет навстречу молодежи. Потому что мы в музей внедряем также мультимедийные информационные технологии. У нас есть информационные киоски в залах. Можно не только посмотреть экспозицию, познакомиться с экспозицией или услышать рассказ экскурсовода, но также и заглянуть в этот информационный киоск. Многие наши посетители знают о том, что у музея есть сайт, причем очень интересный, очень такой полный, который рассказывает о структуре, о деятельности музея, о работе музея. Также мы размещаем анонсы о наших мероприятиях. И, конечно же, в настоящее время стоит вопрос о создании виртуальных музеев или виртуальных экспозиций. Такие экспозиции у нас размещены на сайте нашего музея. И в последнее время мы большое внимание, такое пристальное, уделяем маломобильным гражданам, которым очень трудно посетить наши экспозиции. Они тоже могут открыть наш сайт и познакомиться с нашими виртуальными экспозициями. Спасибо большое, Зинаида Григорьевна, что вы сегодня к нам пришли. Вы так интересно и подробно рассказали о деятельности вашего музея. Я надеюсь, что вы и дальше будете процветать и рассказывать рязанцам о наших корнях. Спасибо большое. Всего доброго, пользуясь случаем. Я от имени всех сотрудников музея приглашаю к нам на ночь музея 17 мая, приглашаю 18 мая в экспозиции нашего музея. И, конечно же, всех коллег поздравляю с Международным днем музеев. И всех рязанцев, всех тех, кто любит наш музей, кто неравнодушен к своей истории. Мы тоже поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. И обязательно будем гостями на ночь музеев. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Субтитры подогнал «Симон»